Мы выдвинулись! Теперь мы движемся в город Тринкамале. Очень прикольно! Это получается он на востоке острова. Нам до него 200 километров. Да, не знаю. Теперь солнышко нам будет практически весь день в глаза светить. Да, погода ясная. Когда ехали на север, солнце было в спину, теперь в глаза. Да! Ну все, мы... Да-да-да-да-да-да! Очень прикольно! Что-то как-то забывали показать. На Сверландке, в общем, грузовые фуры всегда раскрашивают. Очень ярко и интересно. Это еще при этом не самый удачный образец. Если еще где-то будем, увидим, засниму. Остановились на привал, прям возле дороги. Наши угостили кокошами вот. Да, тут дорога, получается, 40 километров, такая прямая дорога. И до ближайшего еще места, где мы могли бы еще отдохнуть, километров 20 ехать. И мы вот нашли какое-то дерево тут. Под деревом у дороги остановились. Через дорогу подошел мужичок, спросил, откуда, куда едете. Говорит, хотите кокосы? У меня есть. Побежал, принес нам пьем, пьем, пьем. Сегодня большую часть дня едем вот так вот под солнцем, под палящим. С утра, как выехали, еще дорога такая ровная. Прямо вот по карте, ровно на юг она проложена. Очень прикольно. Вокруг вроде кусты есть, а тени, тени очень редко можно встретить. Тренируем свою выносливость. Сегодня решили проехать чуть дольше. Обычно мы к этому времени уже останавливаемся и ищем место для ночлега. Сегодня решили провести эксперимент. Сейчас солнышко уже село, жара спала, вообще так приятно ехать. День спекло, как на сковородочке. Да, еще я придумал план, короче, половинку ночью едем. Ночью поедем? Да. Посмотрим, посмотрим. Если, конечно, не заснем. А мы будем спать и ехать. Да, и держать себе ножки. Спать, ехать и резать носки? Да. Дорога сегодня довольно однообразная. Да. Саша вообще не меняется. Дорога идет ровно, вообще без всяких поворотов. Да. Последние 30, наверное, километров. Сегодня мы ночевали в храме. Да. Вчера уже было темно, когда мы искали себе место для палатки. Да. Едем, едем. Нашли вроде хорошее местечко. Тут какой-то мужичок на велосипеде повелся из ниоткуда. Начал расспрашивать. Говорит, пойдемте, вы можете там переночевать. Переночевать. И приводит нас сюда в храм. Вот такие дела. А вон там Ганеша. Вон. Стоит шароном Ганеша. Да. Паша, скажи что-то про Ганешу. Ганеша. Что я могу сказать про него? Уже мы много Ганеша видели, кстати. Это очень прикольно. Паша, покажи мне. Короче, не знаю сколько мы Ганеша везли. Но хануманов всего лишь. Угу. И эти хануманы, и эти. Еще мы вчера тут угостили нас какими-то сладостями. Да. И разрешили еще мы чай себе грели. На них это, похоже, кухня. Они, наверное, готовят что-то, чтобы кормить людей, наверное. И мы на этих кострах себе чай делали. Они, кстати, до сих пор их отлеют. А что мы опять вывасили сюда? Здесь тоже Ганеша. Мам, покажи нам шестом вагон. Сегодня решили съехать с шоссе. Да. И поедем по такой, типа, проселочной дороге. Мы вчера 40 километров ехали по автостраде. Такое себе удовольствие. Самое крутое приключение нашей Лиланки. В общем, мы тут слонов пока нет увидим. Да. Сейчас вот такой вообще рассвет классный просто. Еще, как вы говорили, нас стеснили на шоссе всякие люди. Что делали? Стеснили на шоссе, помнишь? Да. Да. Стеснили на шоссе. Вот, очень смешно, пожалуйста. Конечно, люди там говорили, нельзя, это наши огоны. Мы все до этого хотели, так пытались ехать вдоль моря. Не оставили эти идеи. Да. Потому что были моменты, когда мы ехали вот так просто по острову. Было красиво. А вдоль побережья часто вообще нету дороги. Либо она... Либо все... Она не очень таит вдоль моря, а немножко на расстоянии. Либо, что оно еще какое-тое место. Ну как раз, тут я выгудуешь. Так что вы их видели. Это льня? Это льня. Вот так. Льня!' Льня, льня. Льня ху. Моя льня. Да, плакать. А, ну. А, ну вот. первый раз за три недели увидели что-то подобие скал да вот шкафы прямо прикольные вот эти еще видели зашокшую глину камни вот хочу на них уже лезть я буду лезть на них вот в в и и и и О, смотри, это здесь кто? Хануман тут. С ним можно залезть. Да, можно. Вот это удача, да? Что? Вот это удача, говорю. Мы находимся в поисках какого-нибудь магазина, чтобы купить себе бананы на завтрак. Уже километров двадцать проехали. Семнадцать, ладно, семнадцать километров проехали. Заслужили уже завтра. Да. Тут Хануман. В деревню проезжаем и тут асфальтная дорога. Вся рисом засыпана. Да. И какашки. Вот половина. А, ну естественно там в рисе и какашки, что угодно там. Заметили, там впереди павлина. Хотим подъехать к нему поближе заснять его. А то они всегда от нас улетают. Мы поэтому шепотом говорим сейчас. Да, увидел все, удрал. Суга, мы павлины. Ольга говорит, боял, боял. Не успели. Это тут вот самки были. Получается сколько штук? Пять штук было. Да. Они тоже улетели. Вот и один тут. Красовался перед ними. Своим хвостом. Не летит, классно. Вон сколько убежал уже. Хотя летать они умеют. Но ему легче побегать похоже. Он сейчас таким хвостом. Иди полетай. Летают они так тяжело. Дорога проходит мимо двух озер. И эти озера все в цветах. Таких прикольных, красивых. Вот так вот они выглядят сблизи. У него цветочки, лепестки все однотонные. А один вот такой вот. Как хвост павлина. Как хвост павлина. Очень красивый. На этом же озере пеликан уплывает от нас. Он был ближе. Но пока мы с ним сравнялись, он начинает в нас уплывать. Больше. Попробуем. Попробуем. Толи. Хвост пива. Это буйволы. проезжай мимо буйволов все-все мы мимо проходим далека мы даже сначала подумали то что это слоны так обрадовались был он тоже рад но это не шамень сегодня весь день едем в зелени все такая яркая сочная зелень классно сейчас уже солнышко садится мы решили сегодня доехать до океана там переночуем и поедем дальше завтра уже датарин камале нам чуть останется там уже и и и и и и и